Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и, конечно же, случайные зрители. В этом выпуске я хочу продолжить свой рассказ о таком интересном, загадочном и, как выяснилось, абсолютно нередким явлением, которое называется «Черный туман». Для тех, кто случайно оказался на моем канале и не понимает, о чем идет речь, ссылки на предыдущие мои выпуски, связанные с этим интересным и загадочным явлением, будут, как всегда, в описании. Почему не редким, возможно, спросите вы? А потому что, оказывается, эту аномалию знали и исследовали чуть ли не с середины прошлого века. Вернее, как. О том, что такая аномалия существует, знали еще с незапамятных времен. Но серьезными исследованиями начали заниматься где-то с начала 60-х годов прошлого века. И начались все эти исследования, я думаю, потому, что поток донесений, которые периодически получали рыцари плаща и кинжала, достиг своей критической массы. И тут уже не стоял вопрос о какой-то там секретности и тому подобное. Речь уже шла о том, что с этим делать, потому что противопоставить этому абсолютно нечего и как взаимодействовать. Вы спросите, а знали ли сотрудники специальных ведомств о древних дорогах, о катакомбах, о плазмоидах и прочих аномальных явлениях? Я уже не говорю о таких удивительных местах, как перекрестки. Ну, а сами-то как думаете? Но давайте все же обо всем по порядку. Перед тем, как приступить к основному своему повествованию, я хочу сделать заявление. Уважаемые зрители, я, на правах владельца и автора данного канала, со всей ответственностью заявляю, что на данном канале не ведется никакой просветительской деятельности. Единственная цель, которую я преследую, публикуя тот или иной контент, познакомить вас с теми событиями, случаями и явлениями, с которыми я сталкивался лично и которые вызывают лично у меня массу вопросов, ответы на которые я и пытаюсь получить с вашей помощью в том числе. В некоторых своих выпусках я вообще выступаю в роли диктора, озвучивая те или иные доводы, суждения, а иногда целые исследования, которые я считаю либо ответами на заданные мной вопросы, либо возможными направлениями, которые, на мой взгляд, могут привести к ответам. Поэтому прошу воспринимать предоставленную мною информацию, как многосерийную песнь Акына, так как я, по сути, о чем вижу, о том и пою. Ну а пою я в жанре исторической публицистики, и мне на данный момент нравится выступать в таком вот жанре. Хотя против психоделического кантри я тоже ничего не имею. Ну а если ваше представление об окружающем мире, а история именно такой наукой и является, не совпадает с тем, что вижу я, то я смею полагать, что это попросту не совпадение представлений и не более чем. На моем канале нет и никогда не будет тем, связанных с политикой и религией. Поэтому любые попытки, затрагивающие эти два аспекта, будут мною безжалостно пресекаться. То же самое касается любых провокаций, призывов и прочего бессмысленного троллинга, касающегося как меня лично, так и уважаемых зрителей моего канала. Поэтому, если вам почудилось, послышалось или привиделось что-то, помимо того, что я озвучил в своем манифесте, то это ко мне не имеет ни малейшего отношения. Максимум, что я могу себе позволить, так это выдвинуть гипотезу либо предположение. Посему, любые попытки обвинить меня в искажении какой-то там неизвестной мне информации или истории, я предлагаю считать нелепыми и ничтожными. Спасибо всем за терпение и понимание. Ну а теперь давайте приступим к основной теме нашего выпуска. Ну а для того, чтобы вам было легко и интересно воспринимать дальнейшую информацию... Давайте сыграем в игру! Представьте, что вы едете в поезде. В купе вы не одни, с вами еще двое. Один из них одет в гражданскую одежду, другой в форме военно-морского офицера. Кажется, это капитан второго ранга. День выдался тяжелым. За окном поезда мелькает вечер. Вы изрядно устали. И единственное ваше желание – это забраться на полку и лечь спать. Что вы, собственно, и делаете. А потом, где-то посреди ночи, вы внезапно просыпаетесь. В купе темно, ваши соседи спят. Вы поворачиваетесь на другой бок, пытаетесь вновь заснуть и понимаете, что купе не спит. Ваши попутчики просто прервали разговор и продолжили его, когда вы перестали ворочаться и затихли. «Ну так вот, я тебе, значит, докладываю. Где-то в середине девяностых был у нас, значит, инцидент. Зимой дело было. Два мичмана с 18-й армии, ну, с нерпича которой, в городок пошли по тропе Хашимина. Утопали они, значит, где-то после 17-ти, а на следующее утро на подъем флага не вернулись. Я тогда лично в поисках-то не участвовал, потому что заступил дежурному по гарнизону. Ну, сам понимаешь, знать от этого я меньше не стал. Ну, а к 12.00 уже начались активные поиски. Сначала искали их в городке, ну, кто там видел, кто их встречал и так далее. Ну, и, естественно, никто и ничего. Ну, а после уже и на самой тропе. В общем, развернули, так сказать, полноценную поисковую операцию. Тела их нашли только на следующий день. Ну, а следователи потом установили, что они бродили кругами где-то часов 10. А где нашли-то? Спросил второй. Ну, тот, который был одет в гражданскую одежду. А нашли их недалеко от тропы, чуть севернее озера, на микрополуострове, между нерпичей и большой лопаткой. Причем в тот день по этой тропе туда-сюда ходило много народу. Офицеры, мечмана, да что я тебе рассказываю, сам знаешь. 45 минут, и ты уже в городке. Тем более зимой по набитой тропе. Ну, а потом, когда началось следствие и подключили наш отдел, стали попадаться очень любопытные показания свидетелей. Вернее, тех, кто в тот день по этой тропе ходил туда-обратно. В общем, видели они странный туман и черное пятно в небе над тем самым озером, где наши бедолаги-то и кружили. А вот на самой тропе, как говорится, все было без замечаний. Нет, ну я вообще не понимаю, как там можно потеряться. Слева нерпичи, справа лопатка, южнее дорога, да и городок с мачтой светится. Там хоть как ходи, все равно куда-то да выйдешь. Ну, тогда я тебе про что. А потом в купе повисла пауза, нарушаемая только стуком колес. Ну, а ваш сон, естественно, как рукой сняло. Особенно после того, как вы услышали кое-что про туман. А о нем-то вы уже знаете. Кстати, а как представились эти двое? Тот, который был по гражданке, по-моему, Локи, а второй, который в форме, дедушка Хельк. Да-да, он так и сказал, дедушка Хельк, а вы тогда это знакомство пропустили мимо ушей, ну, как это обычно и бывает. А вот теперь вспомнили. Да нет, этого не может быть. Это уже, наверное, потом вам просто приснилось. А вот интересно получается, прервал ваше размышление Локи. Одних туман не трогает, а других берет и убивает. Вернее, как не трогает? Ну да, водит, переносит, издевается. Но в итоге-то отпускает. А других, как говорится, до конца. А сколько таких историй у МЧСников и прочих спасателей? Причем в официальных-то отчетах. Они же об этом не пишут. Только все больше между собой, да в приватной беседе у костерка. А с чего ты взял, что не пишут? Кому надо, тому пишут. И уж поверь мне, кто надо в курсе. Ну а все-таки, что же это такое, черный туман? И почему у меня преследует мысль, что это только часть чего-то глобального? То есть не причина, а следствие. Ну, наконец-то ты стал задавать правильные вопросы. Знаешь, в чем заключается проблема большинства людей? Они то ли не хотят, то ли не способны видеть общую картину происходящих процессов. Ну и зацикливаются на частностях. Ну, это, наверное, как в притче о трех слепых мудрецах, которые пытались описать слона, трогая его за разные части тела, но не в виде общего. И в итоге у них получилось что угодно, но только не слон. Именно так. Поэтому и существуют ведомства, которые из пазлов пытаются собрать общую картину. На этом и построен весь следственный процесс. Но давай все же пройдемся по ключевым моментам. Аномалия «Черный туман». Данный материал создан благодаря воспоминаниям дедушки Хельга и публикуется под эгидой «Всегда говорите правду, потому что в нее никто не поверит». Все ссылки на научные труды и исследования, связанные с данной аномалией, будут в описании. По обоюдному соглашению сторон, личность дедушки Хельга не раскрывается, так как, по мнению автора данного канала, зритель сам вправе решить для себя, какому ведомству принадлежит информация, опубликованная далее. Внезапный туман можно вызвать ударной звуковой волной. С подробным изложением механизмов данного процесса можно ознакомиться в научной статье доктора физико-математических наук Георгия Галичана. Статью прилагаю. Основным механизмом акустического стимулирования осадков является возвратно-поступательное движение атмосферы при наличии звука, приводящий ее к коагуляции порог воды. Также можно наблюдать увеличение массы капли и последующее ее движение вниз под действием гравитации. В работе, которая выполнялась под руководством Петра Леонидовича Капицы, была обнаружена коагуляция и осаждение аэрозолей в объеме трубки под действием акустических волн. Причем при появлении ударной волны скорость коагуляции резко возрастает. При распространении ударной волны за ее фронтом образуется разрежение с изменением температуры и условий конденсации. В процессе эксперимента с ударными волнами в атмосфере в периодическом режиме с интервалом 6 секунд действительно удалось добиться выпадения осадков. Ну а теперь давайте вкратце рассмотрим основной компонент, необходимый для вышеизложенного процесса, который, по мнению нашего ведомства, является основной причиной возникновения аномалий, среди которых в том числе фигурирует черный туман. И этот компонент называется инфразвук. Это физическое явление или процесс до сих пор продолжают изучать ученые всего мира, несмотря на то, что он уже достаточно хорошо изучен. И речь идет уже скорее даже не об изучении, а о применении. Начиная от изменения свойств из структуры материи и заканчивая влиянием на психику человека. Подробную статью к докладу прилагаю. В рамках данного исследования я не считаю нужным углубляться в описание такого физического процесса, как инфразвук, потому что все это достаточно подробно проанализировано и исследовано в данной статье. Поэтому я настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Ну а теперь давайте попробуем более четко описать все характеристики черного тумана, основываясь пока только на наблюдениях. Итак, появляется он внезапно. Это может быть обычный солнечный день при полном отсутствии ветра. Хотя и в пасмурную погоду его также можно наблюдать. И тут сложно сказать, какое из наблюдений более показательное. В солнечную погоду можно наблюдать точку его возникновения, назовем ее точкой удара, но в пасмурную очень хорошо видна и ощущается его концентрация, потому что она максимально из возможных. Результатом данной концентрации нередко является выпадение осадков с высоты не более двух метров над поверхностью. В данный момент нам до конца непонятен маршрут его распространения. Либо это естественные воздушные потоки, либо это какое-то взаимодействие с электромагнитным полем, потому что туман движется не плотной стеной, а в виде щупалец, которые одновременно движутся в разные стороны. Опять же, распространение тумана с помощью только воздушных потоков не объясняет наличие коридоров, которые туман не заполняет. Возможно, этот эффект как-то связан с приближением наблюдателя к эпицентру инфразвукового удара. А теперь давайте рассмотрим эффект холодных лапок. Я неоднократно говорил, что когда ты находишься в тумане, возникает такой эффект, как будто тебя кто-то неприятно трогает, как бы прощупывает. Дедушка Хельг говорит, что это конденсация. Так как туман очень плотный, то при испарении он охлаждается. И я, пожалуй, даже соглашусь с этим, за исключением одного момента. Вернее, ответа на простой вопрос. А почему эти прикосновения точечные? Ну а теперь рассмотрим такое явление, как псевдоразумность тумана. И если ментальный диалог можно списать на воздействие инфразвука, так же, как и некоторые неадекватности поведения, которые проявляются у других наблюдателей, то другое взаимодействие, как движение тумана, ну вот тот самый эффект, когда ты стоишь, и он стоит, ты начинаешь двигаться, а он начинает двигаться навстречу тебе. Дедушка Хельг объясняет так. По сути, это кильваторный след. Ну то есть, наблюдатель создает разряжение в тумане, и более плотный туман заполняет менее плотный объем. Вы как бы разряжаете или разгоняете туман. И все, казалось бы, логично. Но опять же, есть нюансы. Кстати, наглядным примером для такого вывода может послужить река и торчащий из воды камень. Течение как бы обволакивает его, оставляя сразу за ним некую такую спокойную зону. Ну и, соответственно, чем больше камень, тем больше эта зона. Но в данном-то случае речь идет как раз о несоразмерности объекта и ширины этой зоны. То есть, сам коридор может быть шириной, ну, например, в 50 метров. И он почему-то не заполняется туманом в итоге. Другой момент. Ты стоишь, он стоит. Ты начинаешь двигаться, и он начинает двигаться навстречу тебе. Мы этот эксперимент проводили буквально пошагово. Но если наблюдатель начинает двигаться от тумана, то туман остается без движения. Причем не весь, а именно то щупальце, с которым ты проводишь данный эксперимент. Более того, если наблюдатель отдаляется от этого щупальца, то оно и вовсе как бы теряет интерес к объекту и меняет свое направление движения. Но ведь и это еще не все. В прошлогодней нашей экспедиции мы специально гонялись за туманом. Есть такой очень интересный эффект – край дождя. Но это когда ты едешь по прямой дороге, и на ее правой стороне стеной льет дождь, а на левой полосе светит солнце, и дорога абсолютно сухая. Так вот, в нашей погоне за туманом мы все время оставались на сухом участке дороги. По сути, он просто над нами издевался. Либо все мы испытывали коллективные галлюцинации. И, находясь под воздействием этих галлюцинаций, мы все-таки заманили его влаги. Нет, ну правда, реально просили. Только вот вел он себя, как воспитанный гость. Ненавязчиво и тактично. Было такое, господа соучастники? Ну а теперь мы поговорим с вами еще об одном интересном звуковом явлении, которое нередко происходит, но не в самом начале процесса, когда туман пытается захватить территорию, а когда он уже лег, и все вокруг буквально замерло и превратилось в безмолвие. И вдруг непонятно откуда раздаются вот такие вот переливы. Вы начинаете искать источник звука, а его нет. И звук сам по себе приятный и успокаивающий. Но само отсутствие источника так такового очень сильно напрягает. Как будто за вами кто-то следит и разыгрывает. Ну и казалось бы, вот она мистика, вот она сказка. Но тут вмешались военные и все испортили. Ну и заодно объяснили. Я надеюсь, что большинству моих зрителей не нужно объяснять, что такое пьезоэффект. Даже у себя дома можно найти пьезоизлучатели, будильники, радиоприемники, в общем, в любой дешевой акустике. А что имеем мы в гранитной сопке? Ну прежде всего, кварц. Плюс вкрапления металлов. В том числе и серебро. При сжатии породы, как под воздействием микроземлетрясений, а они там постоянны, давление ветра и так далее, происходит, кроме пьезоэффекта, еще и магнитострикция. Если кратко, то суть этого явления заключается в том, что при изменении состояния намагниченности тела, его объем и линейные размеры изменяются. Есть прямой и обратный эффект. Ну а если говорить совсем просто, то в отдельных участках гранита мы имеем и электричество, и изменение размеров. А это не что иное, как излучатель. И вот это все и приводит к таинственным звуковым трелям. Вспомните, что такое пьезодинамик, и все сразу встанет на свои места. И, увы, без мистики. Только вот такие места, где так красиво звенит, они далеко не везде в сопках, так как сочетание размеров излучателей, кварца и металлов везде разное. Я такие места называю перекрестками, военные, полянами дураков. И эти места, по сути, являются аномалиями. И помимо инфразвуковых ударов, изменений направлений электромагнитных полей и черного тумана, в общем, все то, о чем я рассказываю в своих сказках и к чему я подвожу, находится именно вот в таких вот местах. Знают ли об этом военные спецведомства? Конечно, знают. Ну а как они на это реагируют? Я скажу словами командующего Северным флотом СССР, адмиралом флота Чернавиным. Ну да, они есть. Ну и что теперь? Не есть, не пить? Есть и пить. И вот на этом изречении я и закончу дозволенные мне речи. Да и поезд ваш уже приближается к станции. Кстати, а где ваши попутчики? Вы шли раньше? А может быть их и вовсе не было? А ты на камеру снимаешь? Да. Снимай. У меня не снимает. Ну подожди, оживет. Пройдем.